Три самых больших таланта, с кем я играл. Ну, Каспаров точно так, значит, кто еще? Юртаев пришел в голову. И Купрейчик. Купрейчик меня под ноль обыгрывали, кстати. Правда, не так много партий я с ними сыграл, но это большие таланты. Да, но неожиданный ответ, мне кажется, для всех нас и для зрителей. Да. Да, и вот в этом же стиле, наверное, вопрос от зрителя пришел. Если использовать машину времени, с кем бы вы хотели сыграть матч из 16 партий в шахматах? Ну, видимо, это говорится об эпохе, которая... С Робертом Фишером. Когда он был на пике. Я, кстати, хотела спросить, кто из великих шахматистов прошлых веков уже, наверное, так... Кто ваш, ну, не знаю, любимый, может быть, неправильно сказать, кому вы симпатизируете больше всего? Капабланко. Капабланко, да? Да, я его тоже просто обожаю. Замечательный игрок. Да. Хотя он не кажется, что его игра была все-таки достаточно проста, и, как писал Каспаров в своих книгах, что он просто вот не выдержал того, что шахматы усложнились, нет? Вот с приходом. Не, 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 ну... Я тоже так не считаю. Не, ну, они много мифов говорят, что, типа, вообще у него дома даже шахмат не было. Не, ну, я смотрю, вот, например, человек играет в матчи с Эйвэ, три раза он идет, опять же, в той же новоиндийскую, он идет в такой вариант, G3, слон, B7, слон, G2, слон, B4, шах, слон, D2, слон, B2, ферзь, B2, рокировка, значит, конь, C3, конь, E4, ферзь, D3, конь, B3, то есть ферзь, C2, Эйвэ играл, то потом я уже ферзь, D3, с Нисипиану ходил. То есть идея моя хода ферзь, D3 была в том, чтобы на конь, бьет, C3 ходить конь, G5, и на конь, E4 скромно побить конем с G5 на E4, чтобы конь, C6, не шло с нападением на пешку, D4, я смог спокойно рокировать. Ну, а в тех партиях ферзь, C2, Эйвэ ходил, как-то, в конь, E4 ходил, то есть слон, E4, слон, E4, ферзь, E4, ферзь, G5, ферзь, A8, конь, C6, ферзь, B7, конь, D4. Острейший вариант, причем против, ну, супертеоретика Макса Эйвэ, три раза в матче, ну, то есть, извините, без подготовки такие вещи не делаются. То есть вы думаете, он подготовил все это? Не, ну, понятно, да, потому что сидел, анализировал внимательно, так что не рассказывайте мне байки, потому что я посмотрю партии и сам все пойму. Так, ну, пока Элина взяла короткую паузу, я использую случай. Василий Михайлович, вот вас считают гением лет так с 18. Как вы можете объяснить природу гения, что такое гений? Ну, знаете, вот был такой фильм «Жестокий романс». Да. То есть фильм довольно непростой, но там, значит, такая была песня, значит, «С ума схожу и дохожу к высокой ступени безумства». Ну, и дальше там она последует. Я скажу, это уже немножко не в тему. Так вот, именно вот, что касается вот гениальности, это вот та самая высокая ступень безумства. Просто вот, что человек вот воспринимает вот по-своему мир, окружающий, по крайней мере, большинство окружающих этого понять не могут. То есть, ну, вот как показывает время, кто не... Вот у Евтушенко есть такой, на эту тему стих. «Твердили пастыри, что вреден и неразумен Галилей, но как показывает время, кто неразумней, тот умней». Тот умней, точно. Это у него целое прекрасное стихотворение, называется «Карьериста». По-моему, значит, еще помню из того стихотворения такие строки, ну, весьма спорные, но звучит так. «Один ученый, сверстник Галилея, был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля. Ну, у него была семья. И он, садясь с женой в карету, свершив предательство свое, считал, что делает карьеру, а между тем губил ее». Ну, это, извините, не я, это Евгений Евтушенко. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!